мы все загружаемся до места нету вещей много все ну как на надо же начало нашей поездки запечатлять наклейку рус чтоб до нас казахи не докопали цель вашего визита в республику казахстан и вот наконец мы прошли казахскую границу а ну помашите ручкой все казахская граница осталась позади мы в Павлодаре проезжаем заправку газпром нефть и смотрим на цену 92 бензин газпром нефть 159 тенге это ориентировочно рублей 30 да петр даже может чуть меньше 29 30 рублей вот так вот газпром в казахстане продает наш российский бензин мы пришли в магазин всего Качиры ныне Теренколь будем закупать продукты тенге еще фроты с аэрус на нашу рыбалку сардины мы приехали на Юртыш вот он такой большой воды говорят прибыло аж на метр так что в принципе будем посмотреть места конечно интересные очень интересные вы наверно заводитесь что они там делают пойдемте посмотрим вот так господа вы чё тут о вот так вот они копают червяков оказывается так что смотрите будете у нас на колыме вот они червячки вот они вот так вот они здесь живут то есть если вы думаете что везде нужно копать лопаты вы глубоко ошибаетесь в казахстане червей добывают именно таким образом вот так вот прям смотри оп и вот они оп так давайте что там говорит ну что мы так сказать добрались до берега до так сказать нашего прекрасного места и в расширенном составе наконец то между прочим так вот так вот мы ставим пытаемся поставить шатер у нас вот такая вот конструкция вот такой вот балаган здесь человек наш друг петр собирает снасти да мошки здесь очень много подготовлены заранее но к сожалению крючки заранее я не привезу ну вот не прошло 10 минут шатер поставлен хан батыр приехал на праздник берега что-то там стояла то ли щучка то ли что это мелкая щучка 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 стояла у берега и что что и и Тише, 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 хорошее, блядь, спиннинг уберите, тише, судак, 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 по-моему, давай, давай, заводи, ну капец ты, блин, вещь мокрая, все, почином, судачок, судак, судак, хороший, хороший, больше чем, о, шука, ты, пацан, о, стой, 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 слова, перейди за меня, за меня перейди, стой, 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 не вижу, отпусти, отпусти, садок, отпусти, сачок, вниз, я пока та же самая, здоровенная, блядь, стой, 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 Сука, не поднимайся, блядь, Хорошая, блядь, мамашка, блядь, щас, я ей дам, устать, щас, я ей дам, устать, я себе дам, устать, Какой маршрут, блядь, Отпусти, отпусти его, блядь, стой, 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 стой Слава, а ты что делаешь? Слава... Всё, поднимай. Вот так мы половили судачков. Шучек. И готовим вот такую вот... Ведро еды, Стас. Хорошую ушицу наваристую. Ох, красота. Покажи, вот у нас рыба. Смотри, всё. Так что рыбалочка удалась. Да, пускай немного, но голодные мы не сидим. Ну вот мы выезжаем из Казахстана. У нас осталось трое. Вот. Штенчик, как тебе впечатление о Казахстане? Я вас держу сейчас комментарии. Слава. Я поймал, что такая. Матричная страна свободная. Все там готовы будет ваше. Просто коммунизм настоящий. Мы продолжаем свое движение в Алтайский край. Вот. На путь в Монголию. Казахстан пока. Выехали из Казахстана, едем по Алтайскому краю и у нас случилось небольшое ЧП. Очень жарко на улице и наш боевой конь немножко перегрелся. Итак, мы устранили проблему с компрессией и сейчас продуваем радиатор. Продувки радиатора нам не помогло. Коробка у нас продолжает греться. Да, мы остановились. Сейчас нашли другую причину, возможную причину не переключения коробки передач. Будем пробовать разбирать машину и устранять неполадочку. Все устал. Короче, приехали мы в Барнаул. Ночь. Дальше не хотим ехать. Решили переночевать. Да, Денчик? Денчик у нас устал вообще. Говорит, трусы вонючие, надо постирать. Ну, конечно. Встретили еще одного бойца Саню. Поэтому Саня будет у нас теперь четвертым. В Барнаул. Вот наши апартаменты. У нас Денчик очень сильно устал и захотел пожить вот так вот. Там у нас еще одна большая комната. А вот еще и ванна. Ну, короче, прям вообще все в шоколаде. Модная стиральная машинка. Да, где можно постираться. Вот. Макс с камерой. Ну, так надо запечатлеть уж. Где мы, что мы. А вот тут вот. Оп, матушка. Вот так вот. Видосик, конечно, шикарный. Жарко. Вот мы подъехали к мастерам, которые будут смотреть нашу коробочку, чтобы мы продолжили наше движение. После испытания коробки, после диагностики мастером выявили причину, что наша коробка пришла в негодность и ехать дальше на ней мы не можем. Поэтому было принято решение нашим водителям, так сказать, что нужно менять коробку и после замены продолжать наш гость. Наше мнение по поводу того, что наша, так сказать, поездка прерывается, мы возвращаемся в Новосибирск, дабы поменять коробку, да, Дэн? И продолжить движение. Да, неприятно, конечно, за решением планов, блядь. Это не всегда плохо. Как говорится, что-то не включает, не включается. Ну, на то мы порешили, значит. Короче, мы выдвигаемся по направлению в Новосибирск. У нас в гараже есть запасная коробка. Да. Меня только радует одно, блядь. Что машина, я не могу, блядь, все-таки, сделаем, устраним проблему и двинутся. Это да. Короче, приехали в Новосибирск. Привезли новую коробку, будем менять. И дай бог, если все получится, мы поедем в Маголю, да, Заня? По-любому должно получиться. Короче, оставляем машину. Будут разбирать, делать, смотреть. Не знаю, как у нас получится, конечно, или нет. Но мы все-таки не упускаем надежды, что мы продолжим путь. Боевой конь на ходу. Поставили новую коробку. А че такое-то? Пускай на пустынух не снимает, да поджидим. Эксклюзив. Короче, в пятый или в десятый раз мы грузим машину. И надеюсь, это крайний. И мы уже доедем, наконец-таки, до Монголии. С добрым утром, Занчик. Привет. Я кое-что нашел. Короче, мы проснулись на Алтае. Вот такой у нас прекраснейший вид. Проезжаем Катунь. Катунь же? Катунь! Катунь. У недолго, и пока. Катунь. 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 Сегодня седьмой день пути. Мы остановились вот в таком замечательном месте. Горы покажи. Чуйская долина. Мы остановились в Чуйской долине. Или иначе говорят Урайская степь. Урайские степи на ночлег. В 5 часов закрылась граница, поэтому мы в любом случае не успевали на нее и решили переночевать. Вид. Вот такой вот красивейший вид. Как раз закат. То есть солнышко садится у нас с задней стороны. Освещает горы. Короче, красота. Ну, мы решили приготовить немножечко картошечки. С тушеночкой. Ну и попустим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Дяденький, дяденький Что-то слишком много О, туда езжай Нас зовут Проезжай, видишь Надо послушать тех мужиков Говорят, там какую-то комнату Позарь на озере По-любому рыбачит Короче, самое неприятное Это нас поджигает Вот очередь И получается Вон очередь Охренеть Короче, машин очень много Граница откроется через час Пока мы будем проходить ее Вопрос-вопрос Так, друзья Сегодня мы пересекли границу с Монголией Мы уже на монгольской территории Наш друг Ден задабривает духов Элитным коньячком Вот И еще хочу одно заметить При пересечении границы Монголы стали немножко поумней И при выезде Выбегает такая заманчивая Теточка И кричит, что нужно обязательно Сделать страховку Только непонятно, от кого здесь Страховаться Если честно, я вообще никого не вижу Поэтому мы не застраховались Мы, так сказать Забили на это нам все И поехали дальше У меня вот моя страховка От всех бед Много мошенников Что, кого? Говори А, здорово В общем, мы проехали границу Все, мы свободные птицы И свободные кочевники Едем туда хотим И мы хотим порыбачить Это правда И поэтому Для первого рыбацкого дня Мы заключили соглашение И заключается она улочью Мы сделали ставки Кто поймает В этот день Кто балуй на честь А в эту самую Большую рыбу И ставки были разные Мне это интересно Конечно, я под... Все, давай, Андрей Мы находимся на рынке Вот такой вот рынок в Монголии Рынок автозапчастей Поэтому у нас трое И мы заключили соглашение Каждый ставит на себя Я поставил на себя, да Потому что по простой причине С новичками не идет Я беру бак Но думаю, что я все получил Приехали в Монголию Вот нас уже встретили Предложили заехать покушать Мы обменяли валюту Здравствуйте, здравствуйте Очень, очень, очень Дружелюбные люди А как всегда Как и по прошлому году Все это естественно Там Денчик нас зовет Это вот символ такой Чтобы... Чтобы юрту охраняли духи Духи козла Вот Бегают собаки тут такие Хорошие, красивые Короче, пока все начинается Просто классно Сегодня в первый уж день У нас подключилась Небольшая беда Мы пробили Колесо Да, вот на такой Восередине мы поехали Но по-другому никак нельзя Приехали на шаломонтажку У него тут даже Света нету Короче, отключили свет Даем 220 Из нашей машины Вот Для того, чтобы запустить Как бы их агрегаты И подключить Оборудование шиномонтажа Подпишись Получится Куда Эта 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 можно найти где-то у тебя есть вот такие колеса я не знаю русский я с тобой по телефону разговаривал на резину да у такой резина нужно за тобой ехать или куда или а пешком ну пойдем пускай сидят тогда сейчас наш монгольский гид мы с ним едем за колесами прошли весь рынок ничего толкового не нашли поэтому скорее всего крайняя надежда на то что наш монгольский гид приведет нас к тому желаем что мы ищем что у нас в итоге итоге у нас на машине разные колеса одно колесо в заплатках как в детском мультике в общем наша колесная ситуация находится на грани добра и зла короче сутки потеряв в монгольском городе мы не нашли ни одну резину которая подошла бы нам на колеса даже диски здесь не купить поэтому ребятки если кто поедет значит визите с собой визить с собой полный комплект запас запасного озера короче первая наша стоянка на озере уже заказ ветер конечно дует просто ужас не знаю что здесь происходит встретили рыбаков вроде говорят нас вман берет не знаю посмотрим сейчас глубоко или мелко пока еще никто не знает вот мой первый османчик наверно мой первый османчик вот он вот он вот он мой первый османчик такой вот крокодил хорошая он далеко стоит говорю о хорошую титул бойкая прям о вышел смотрите какой здоровый вон как паровоз смотри ни хрена себе сфотографируйте меня с ним утром и так мы утром встали погода штиль все прекрасно птички летают рыбка нас ждет короче мы идем на рыбалку а вон она на наше ужин ходит маленькая беленькая и рогатая берега взял да 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 Субтитры сделал DimaTorzok А ушел, прям в траве взял, приколись Ох, какой бойкий Какой бойкий Прям в траве взял Да? Короче, стоял прям в кустах Я между кустов начал проводить и он взял Ммм, какой красавец Попробуем на дальние скалы На какие дальние Давай, о, тоже желтенький османчик, смотри Давай османчик Да, ну, походу В случае проезжаем брод По сути, запах... Еле-еле подложку замочали Такой шанс Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть! Первая рыба! Ух ты, вы посмотрите! Какая там огромная! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы только посмотрите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обалдеть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это османюга! Вот это осман! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только посмотрите! Это, наверное, он по камням не так потерся! Вот такая вот зверюга! Обалдеть! Какой у нее рот! И она совершенно без зубов! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И пошел, 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 зверь! Зверь пошел! Есть! Очень хорошее что-то! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень-очень-очень что-то хорошее! Ух ты, вы посмотрите! Ух ты, как не дает! Вот это крокодил! Не знаю, там, наверное, османище! О, е-мое! Вы только гляньте! Там целый кит! Там целый кит! Просто кит целый! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это животное! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы только гляньте на это животное! Смотрите! Вы только гляньте! Золотой осман! Только гляньте! Вот это османище! Вот это красота! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такая интересная, здоровенная рыбка! Ахманчик, пора идти домой! Пора гулять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, крокодиль еще поплыл! Ха-ха! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ощущаешь себя на море! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Волны! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще супер! Слава вытаскивает! Опа! Перевалочку! Вон весы в переднем кармане! Ага! Вот такой вот! Блин! Тоже хороший! Тоже хороший осман... Пускай полежит пока в этом воде! Тоже хорошенький! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, хороший! Вытаскивай эту! Блесно! Хорош поросенок! Ванну сюда заводи! Сейчас волной его, опа, закинет! Оп! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, он не жадный! Его хорошо отпускать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Капец, я его тянуть буду долго! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет! Ох ты, ох, обалдеть! Сори, сори, что делает! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай-давай-давай! Заплывай! Ну, что-то в этом роде есть! 5 390 османюга! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И пошел! Опа! Реально! Я не думал, что в Монголии вот есть вот такие вот виды со скалами. На скале вроде как чьи-то гнезда, что ли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отпускай его! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, весов нету, да, у нас? Вот это крокодилы. Посмотрите, какие два крокодила! Нам ее пытались реанимировать после того, как Макс совершил над ним акт вандализма. Ну, да. Так сказать. О, и поперся, ари, сай, сай. И не убегает-то! Блин, надо подводную съемку сделать! Давай сюда, вытаскивай на этот! Короче, по вкусовым качествам, я не знаю, почему все говорят, там он невкусный, но он похож на судака. Такое же белое мясо, такой же нежный. Дэнчик тоже поймал. Пока Дэн тащит, я отпускаю своего крокодилчика. Хорошо хоть не разбился, е-мое! Это был мой отбан, Макс! Ахахаха! Нету, 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 нету! Ха-ха! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Опять далеко взял. Тянуть далеко, блин, трудно! У меня уже рука устала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой, я его даже поднять не могу еще! Ты смотри! О! Смотри, там серебристый! Серебристый! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это просто кайф! И поплыл. О! Как дерзко ушел! Дэн начал экспериментировать уже! Поставил джиг! И что ты с первого заброса взял? На камеру не взлетел. Тём, фантазийный, красный. Блесный. Ну вот я говорю, надо резину прям свою. Смотри, как он выпекает. Ага. Моя мать, стоять, блядь! А вот я заметил, вот эти тёмные такие, они прям бойкие. О, хорошенькие. Смотри, он пилал. Ага. Ха-ха, реально на джиг! Фу! О, отцепился! Вот такой вот Дэнчик-а трофей! Сейчас я подойду, погоди. Сам жёлтый, красивый. Так. Вот первый джиг-трофей. Вот он. Ха-ха-ха. Вот. Разные способы ловли работают. Давай, отпускай. Пойдём, пойдём, гопка, пойдём. Сейчас приходит, тебя унесёт. Давай, приходит. Оп, и пошёл. Торпеда. Мы нашли очень красивое место, расположились, и ребята у нас кайфуют. Рыб наш. Играет, играет, играет. Вторые ребятки вон там купаются, отдыхают. Вода вообще классная. Вот как возле берега стоят рыбки. Османчики, наверное. Либо даже, может, не османчики. Вообще непонятно, что. Что-то похоже на османов маленьких. О, и вон ещё большие ходят рядом. Во-во-во, да, вон там. Парочка таких ходит. Ну, конечно, тут его море. Это у османа. Саня. Привет. Любанька. Чё, как? Хорошо плавается? Не страшно? Воу, у нас ветер роет. 18 метров глубины озера. Она прыгает. И рыбы просто вагон в ней. Вот. Смотрите, рыбу? Вот как здесь. Блин, да. Рыбу показывает когда? Да, рыбу. Ага. Пик-пик, а потом это пик-пик-пик-пик. Всё, стая по-первых. 15 метров глубина. на 13 метров как судака тянешь вот реально такой же уфы нифигасе ты вас отреки как пригодить там крокодил сейчас будет если лип гриб есть прям прям мац и стал выкусываться а вон она и пошел на дно сразу хорошо с глубины поднимать прикольно ну в принципе хороший больше даже чем мы идем да сейчас Может такой же? У нас тоже есть Убой, ай-ай-ай Я тебе стиль обручу Морская рыбалка Реально Хорошенький На дно Судаки рулят Судак рулит Нет Хороший Чё-то прям По пятерике есть вроде Смотри, на мелкие берёт, видишь Воблерки Ты поставил мелкий воблер Он взял Пять сто, да? Пять сто Пять сто Прикольно Троллинг рулит Могу Могу Троллинг Ну, тоже неплохой Вот что-то поднимается Ты посмотри, что делать, да? Ну, ладно, хорошо, его метр за два, за три видно Пошел Слышь, ты что такая дерзкая, а? Я говорю, мне чем-то морскую рыбалку напоминает С глубины тащишь Ой, да ладно Пока ждал, короче, клюнул Пока ждал, отпускается, блин, уже поклевка Ё-моё Ну, правильно 15 метров глубины Пока отпустится Смотри, какой дерзкий Ого-го, смотри, смотри Там еще один здоровый рядом А, короче, у тебя лепесток, там этот, там Клюй, бля, еще один Короче, прикольно Ну, вот это прикольно, конечно Я говорю, на Окуня Большие Поднимать трудно, конечно С глубины его Вот оторвешь, когда от глубины О, там еще один тоже рядом с моим Жадный, жадный Ну, потому что этот, без проводки Пока падал, а пока я тебя снимал Ага Давай, кремлин Решили с 13 метров уйти на 26 Проверить, какие там крокодилы 17 метров Мне присылал удачу тучу маршу Продолжение следует... Двадцать четыре... Двадцать пять... Все нормально? Но это пока не горится А у нас по-моему и не хватит Хотя фиг его знает, может и хватит Двадцать пять метров глубина Пробуем здесь Двадцать пять метров глубина, блин Рыба клюет Он походу может заглотил и начал идти, блин ОХ, пошел... Ух ты, что-то там... И пошел опять на глубину собак но на 19 метров показывает рыба есть фух С 25 метров. Сколько? 4? Да, наверное. Короче. Что за озеро-то такое? Рыба везде стоит. 25 метров, не 25 метров. Все, и пошел сразу на глубину. 16 метров глубина. Спилька. У нас сегодня день обжиралов. Мы из всех пойманных османов взяли самого большого, который потянул на 5,5 килограмм примерно. Закоптили его. Вкусовые качества напоминают судака. А Дэнчик делает тут такое блюдо из баранины, которое он заложил там камнями, зажег костер, положил польгу. Вот. Посмотрим, что из этого получится. Черная рыбалка в разгаре. Мы едем на рыбалку. Дэнчик сооружает подводную видеокамеру, чтобы снимать. Очередной заброс приносит очередную рыбу. О, это просто Эльдорадо. Причем хороший османчик такой. Дэнчик, ты закинул, короче, и прям поддергиванием таким. Пускай она прям тонет здесь. Вон туда бросай. Ты куда бы не бросил. Да, это скала там выходит. Дэн, вытаскивай. Вытаскивай, вытаскивай. Я даже слабину дам осману. Я даже слабину даю. А ему без разницы. О, давай. С глубины. Где он? О, ты, 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 посольё. Ух ты, нифига себе. Нет? Нет. Ты, посотри, там какая телёнок. Эй. Есть. Да, есть. Есть. есть все тянут османов давай у кого больше блин у меня наверно точно чего нибудь здоровая вообще какой а это твой осман или нет это другой осман короче пришел о белые у славы короче ты расслабь чуть-чуть ты че он часть сломаете спиннинг сломай сломать нет его так держи хотя бы метра полтора чтобы подвести его к себе отпусти отпусти короче у каждого трофейные судаки слава ты капец как блин выгибаешь этот спиннинг себе ребята это трофей это реально трофей ребята вот это точно трофей одинаковый вы посмотрите на мой 5750 5750 до обалдеть рекорд рекорд реально рекорд 5700 5750 ура я попил рекорд есть я хочу османа на десятку ё-моё на 10 килограмм 5750 уже есть ой бля как же трудно его тащить игру томи реально напоминает морскую рыбалку когда не знаю там 20 метров тебя тащишь есть дэнчик уже взял очередного дай мой борется чё-то прям куда-то ушел вот что-то по моему трофей да ребят если кто кто-то скажет что осман не сильная рыба я воздержусь то есть даже не воздержусь а возражу и скажу что они глубоко ошибаются паузу сделай сразу возьмем о я его за нас поймал и ушел короче бойня идет бойня он выдать тут делаешь то конечно и посмотрим есть а сошел есть есть опять три браконьера тянут и у каждого по 4-5 килограмм осман скажи с лодки интереснее затянуть что-то я пока я не вижу на 6 килограмм охота то на 6 ухты ты чё так брызгаешься повислав когда вот так вот делаешь во царе длина мне опять нужна помощь сейчас я взял а вот с глубины с 20 метров е-мое поднять конечно с 20 метров и очень сложно он выкручивает он выкручивает он выкручивает это да кто-то думает османа ловить просто нет после после упорной часовой так сказать ловли османа руки так устают что просто нереально да-да-да-да это хэви джиг палка 1552 и она так гнется я не знаю возможно этот трофей пока самый большой потянул на 5 750 по-моему это трофей это трофей дайте мне либо гриб не-не-не либо гриб вот-вот по-моему это трофей реально что-то мне так кажется спинник возьми горбач вот это прям горбатый оооо вот это реально трофей брат вот это трофей оторвал ему ё-а-а у тебя карабин ё-капец чё у меня горит да камера горит вытаскивай короче ребята это по-любому трофей сфоткайте меня пожалуйста с этим белым османом давай взвесим щас смотрите какой он горбатый ой подождите ниже вперёд давайте взвесим по-моему это трофей реально не-не-не-не да убирай да вешай сюда не убирай не убирай сейчас повесим 6,5 килограмм рекорд побит 6,5 килограмм реально 6 6 540 540! Ааааааааа! Пикор, побит! ЁСТ! Все-все-все, нормально. Да.. Идемте! ну и фотограф пускай садится и пофоткает их к скалам подойдем пускай пофотает осман это рекорд да это это мой рекорд на кроме саша все мы уезжаем прощай супер озеро и супер место со скалами вообще было все классно вот так вот мы приехали стоит паром седого паромчика нет вот она веревка за которую надо тянуть по ходу а вот трос железный который не дает паром уйти короче как то так все очень даже интересно не надо отцеплять и плыви за эту ты тянешь веревку не надо вот за эту ты тянешь веревку железный этот надо отцепить трос но я даже не знаю кто-то должен тянуть не знаю кто-то тянет на этом берегу лодки нету значит он всегда не бери и справится этот человек знаете тянет тянет подожди а если бы интересно бы паром был там мы бы что делали ну давай давай все вперед стой Саня зашел? да бурлаки на Волге раз и два и три и четыре и пять и шесть и семь и 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 с и и и ровная-ровная полоса асфальта можно гонки устраивать В последствии от наводнения Субтитры добавил DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА если пожелает. Буквально, наверное, через 5 минут мы въедем во тьму и нас накроет Грозовой Крон. Грозовой Крон. Доброе утро, друзья! Сегодня поздно ночью, аж часа, наверное, полтретьего мы добрались до очередного места стоянки до двух озер и слияния между ними небольшим таким перешейком равнинной речкой с порогами, с каменистыми порогами вот где, по сути, должен стоять Хариус. Мы ищем его уже давно по всей Монголии, но в частности на озерах нам попадаются всего лишь османы, османы и османы. Реки в Монголии за вторую поездку, так сказать, было сделано такое мнение, что реки в Монголии в этой части лета они половодные, мутные и на реках, в принципе, делать нечего. На реках делать нечего. в поймах рек то есть в низине где-то 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 метр, сколько метр, где-то тысячу, 100-1600 метров на уровне. там водятся ужасные комары, ужасные мошки, которые просто нереально жрут. Да-да-да, миф о том, что в Монголии нет ни единой мошкары и комара. это все приятно, они ездят, здесь полосы не очень много. Вот. Мы сделали крюк и приехали вот на это замечательное место, которое находится в тысячах 090, 5 метров на городе. Да, конечно, здесь мошкары нет, но здесь и холодно, довольно холодно. Трава растет, горы, красиво. Вот. И мы в надежде, конечно, остановились здесь. Последней уже, наверное, в крайней надежде остановились на стоянку, чтобы половить Хариуса. У нас времени немного. Вот. Утро сейчас. Хотя утро мы, естественно, проспали, потому что очень хотели спать и очень устали. Наша дорога заняла более 12 часов. Мы проехали всего лишь 350 километров. Очень устали, выпились, поэтому мы решили, что мы утром сегодня поспим. И так я, в принципе, поснул на день сегодня, намечал, что я думаю, если Хариусе это буду открывать, хоть как бы и днем. Вот. Давайте посмотрим, конечно, на это. Посмотрим на это замечательное место. На это. Хочешь сказать. Красивое. Внесенное горами. Место. Там вдали мы видим начало озера. Начало озера. Стоит наш лагерь. С той стороны получается равненькая такая. Вот сама речка. Речка, естественно, чистая, светлая, потому что между озерами протекает. Вот. Посмотрим, походим, поищем. Попробуем ловить на речке. Но таким безуспешным. Речка вся наполнена какой-то непонятной тиной. Каждый заброс приносится вот такая вот хрень. Ну, наверное. Наверно. Не знаю, как бы, есть ли тут рыба вообще в таком болоте. Но мы ждали немножко лучшего. Мы идем по каким-то болотам Прям реально Это торфяные какие-то болота Под ногами все играет Да Я даже не знаю, как это передать Словами, но Реально, это болото Идем мы как раз Сейчас К началу озера Надеюсь, там будет поглубже Надеюсь, там не будет той тины Которая цепляется на речке Вот Не теряю, конечно, надежды Что я еще поймаю Хариуса Поймаю хорошего, трофейного Хариуса Но, время покажет Короче, что могу сказать Озеро такое же болото Ну, в его части, наверное Слияние с другим озером Поэтому рыбалка здесь Ну, практически невозможна Хариус в такой В воде Точно не живет Осман, наверное, да Но Хариуса точно нет Так что Я выдвигаюсь назад К базе Бужую всех Мы едем по направлению К дому Попробуем остановиться У каких-нибудь скал Найти каменистый берег И только там поискать Хариуса И мы, значит, домой Ближе к границе Видим Такое красивое озеро Вот Увидели Скалы такие И каменистый берег И каменистый берег Озеро пресное Последняя надежда Вам поймать Хариуса Ветер усилился Просто нереально За два часа Ни одной поклевки Такое ощущение, что Рыбы в этом озере нету Либо она просто Тупо не хочет брать Короче Наверное Нужно принимать решение Потихоньку Ехать к границе Завтра пересекать ее И уже в воскресенье Во второй половине дня Быть дома До монгольской границы Около 150 километров И нате вам Пожалуйста Мы пробили колесо Которое Да Которое уже Кончилось И уже на выброс Вот так вот Монгольские дороги Разбивают колеса Нормально пока Давайте попробуем Так сначала Если нет То уже Либо поднимем Либо что-нибудь Придумаем еще Подкопать Крайний случай Можно Либо спустить колесо Сидим в юрте на границе Чем заняться Вообще Непонятно Стопор есть Отсюда есть Стопор есть Да А ну да Печка есть Даже повод есть Ё-моё К штопору-то Штопор у нас Вот есть И вот есть Так Занька Я сейчас за тебя буду бухать И не только я Мы прошли Монгольскую границу Российскую Монгольскую Так что Все здорово Едем домой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok